Всем привет, меня зовут Ира, и вы на моем канале Volunt in Me. Здесь я рассказываю про мою жизнь в Нидерландах, ну а сегодня я снова подготовила для вас видео вопрос-ответ. Кстати, кто не в курсе, сейчас я нахожусь временно в США, во Флориде, в гостях у родителей моего мужа, поэтому вот такая обстановочка, и я сижу сейчас в джакузи. Джакузи я отключила, чтобы был получше звук, но сегодня у нас такая жара, что просто невозможно находиться на улице, и поэтому я вот освежаюсь в водичке, так скажем. Так вот, совсем недавно в отделе сообщества на моем ютуб-канале, в отделе комьюнити, я попросила вас снова задавать вопросы, и получила много интересных вопросиков снова от вас в этом видео, с удовольствием отвечу на них. Ну что, давайте начинать? Итак, первый вопрос. Сколько лет ты была в Нидерландах? Наверное, вы неправильно поняли, я не была в Нидерландах, я и до сих пор живу в Нидерландах, просто временно сейчас нахожусь в Америке. В Нидерландах я живу уже почти 12 лет, 1 июля будет 12 лет. Следующий вопрос. Ты с голландцем живешь или с русскоговорящим? Я замужем за нидерландцем, и мы вместе уже 10 лет почти. Так, сколько ты учила нидерландский язык? Нидерландский язык я учила около двух лет, вот если прям брать до того момента, когда я действительно заговорила на языке, это где-то вот спустя два года, потому что первый год ушел у меня только на подготовку, на какие-то базовые вещи, знаете, изучение грамматики и так далее, потом я поступила в колледж, и вот как только я проучилась около полугода в колледже, тогда я начала разговаривать действительно на нидерландском языке, то есть около двух лет, но также у меня есть видео, как я выучила голландский язык, оставлю ссылочку здесь, а также в описании под этим видео, если вам интересно, проходите и смотрите. Следующий вопрос. Какая у тебя фамилия? Моя фамилия точно такая же, как и называется мой инстаграм-аккаунт. Оставлю также ссылочку на мой инстаграм в описании, приходите, смотрите, там фото из Нидерландов, вот недавно были в Доминиканской республике, а также, конечно же, из Америки, где я сейчас нахожусь. Там я рассказываю больше про мою такую личную жизнь, знаете, то есть, чем я занимаюсь, делаю постоянно сторис, кому интересно, обязательно подписывайтесь. Следующий вопрос. Была ли я в Дайнрэл? Дайнрэл, если кто не знает, это такой парк аттракционов в Нидерландах, также есть еще отдельная часть, это аквапарк. Этот парк, конечно, больше для детей сделан, поэтому там я была очень давно, еще когда моя сестра первая переехала жить в Нидерланды, мы к ней в гости приезжали, и как-то заезжали в этот парк, вот, поэтому там я была очень давно, а в аквапарке вообще ни разу не была, но зато я работала в Ассенаре, в отеле, и это совсем близко к Дайнрэл, мы даже продавали, помню, билеты в этот парк для гостей нашего отеля. Дальше поехали. Следующий вопрос. Почему у меня в последнее время нет работы? Действительно, я говорила, что мы с Риком решили поехать в Америку, потому что у меня не было работы, а он уже устал работать, так скажем, и мы когда-то так собрались и полетели в путешествие. Тем более в Нидерландах сейчас нечего делать, нечем заняться, и сидеть там куковать тоже неинтересно. Так вот, почему у меня не было работы в последнее время? Все очень просто, я уволилась, да, у меня была работа в Гаге, но мы решили переселяться с моим мужем из квартиры в дом, купили дом и переехали в дом, мне просто пришлось уволиться, потому что я не могу ездить из одной части Нидерландов в другую каждый день на работу, вот и все, вот это и есть причина, почему у меня нет работы в последнее время. Так, дальше поехали. Из Нидерландов есть запрет на вылет в некоторые страны. Вот как раз таки мы недавно летели с мужем в Доминиканскую республику. Из Нидерландов в Доминиканскую республику напрямую лететь нельзя, также нельзя из Доминиканской республики лететь в Нидерланды. Отвечаю коротко на ваш вопрос, да, действительно есть такие страны, в которые из Нидерландов напрямую лететь нельзя. В описании обязательно под этим видео оставлю для вас сайт, на котором можно будет найти информацию по поводу поездок, да, за границу и все такое, из Нидерландов. Поехали дальше. Носят ли нидерландцы до сих пор кломпы? Очень интересный вопрос, я знаю, что он был Татьяной, я уже немножко даже ответила вам в инстаграм на этот вопрос. Действительно, в некоторых провинциях Нидерландов до сих пор люди носят кломпы. Ну как носят? Они могут выйти в магазин в кломпах, например, в супермаркет, либо работают в саду. Это люди, в основном, которые работают с землей, да, колхозники, фермеры и так далее. Обещала вам сделать фотографии, вот когда вернусь в Нидерланды, буду внимательно, и если на улице встречу людей, которые ходят в кломпах, обязательно для вас фотографирую и вставлю в какой-то, в какой-нибудь, в один из моих влогов, например, про Нидерланды. Сделаю глоточек, извиняюсь, потому что горло пересыхает. Такая жара, ой, кошмар. Так, поехали дальше. В одном из видео ты говорила, что нормальный голландец не будет искать себе через интернет женщину из России. Думаешь, исключения не может быть? Ну это такой вопрос сложный, понимаете, очень он зависит от возраста мужчины и женщины, а также от ситуации. Смотрите, если, например, речь идет о молодежи, то понятное дело, что знакомиться из разных стран, и неважно, откуда ты, какого цвета кожи, и вообще религии и так далее. То есть молодежь у них другие, у них гормоны, у них любовь и все такое. Но если уже идет речь, например, о мужчине за 40, который как-то не состоялся особо в Нидерландах, и у него не было здесь отношений, и вдруг он собирается познакомиться с кем-то из России, Беларуси, Украины, например, то это уже как-то странновато. Вот это я имела в виду, то, что если мужчина состоялся в Нидерландах, вы понимаете, да, у него все хорошо и деньги есть, то он не будет свободен. Голландки таких мужчин видят издалека, и они их как горячие пирожки расхватывают. То есть вот именно это я имела в виду, что нужно быть очень осторожными, осторожными, когда вы знакомитесь после 40, например, с мужчиной из Нидерландов. Нужно быть очень осторожным. У него либо долги, либо может какая-то зависимость, либо что-то еще. То есть в основном это, конечно же, люди, которые пытаются найти счастье где-то в другом месте, потому что здесь у них что-то не получилось. Вот это лично мое мнение. Конечно же, бывают исключения, конечно же, может быть, где-то ваш принц вас ждет, который в Нидерландах уже не хочет больше отношений с голландками, и ищет только себе какую-то принцессу из-за границы, красавицу. Такое тоже может быть, поэтому, конечно же, бывают исключения. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, да, бывают исключения. Но, к сожалению, редко. Следующий вопрос. Расскажите по поводу ипотечной квартиры. Правда, что передавать ее по наследству или подарить кому-то нельзя? И можно ли сдавать квартиру и прописывать людей, если она все еще в ипотеке? Давайте по порядку. Передавать ее по наследству или подарить кому-то? Ну, подарить кому-то... Я не представляю, например, что кто-то хочет принять такой подарок и квартиру, которая еще до сих пор находится в ипотеке. Вы представляете такую ситуацию? Я не очень, поэтому, мне кажется, вопрос немного... Может, я его неправильно поняла, тогда мне напишите в комментариях, но нет. Но можно ли ее оставлять в наследство? Конечно же, да. Например, скажем, если у меня бы были дети, до сих пор квартира, например, в ипотеке, и я вдруг умираю, дети могут перенять ее в наследство, но там они уже тоже решают сами, например, хотят ли они эти долги выплачивать за меня дальше или нет, могут отказаться от наследства и так далее. Но передавать по наследству, конечно же, можно. Дальше ваш вопрос, можно ли сдавать квартиру? Сдавать квартиру, если она еще находится в ипотеке, нельзя. Но прописывать там людей можно. Это ваша квартира. Прописывайте, кого хотите, даже если она еще не выплачена по ипотеке. Поехали дальше. Хотела спросить про северных и южных голландцев. Как-то они отличаются? Характер, привычки, традиции, язык, диалект, кухня, отношения в семье. Девушка имела в виду провинции такие, как, например, Хронина, Дренте, это северная Голландия, или Брабант, северный Брабант, либо Лимбюрх, это южная Голландия. Вот отличаются ли люди там по различным критериям? Ну, конечно же, отличаются. Начиная с того, что у них разные акценты. В Лимбурге более такое хе-хе, такое более мягкое, знаете. Что-то, наверное, идет как бы от Бельгии, даже больше какой-то акцент. Если взять северную Голландию, например, Хронина или Дренте, там вообще другие акценты. А если еще Фрислан взять, то вообще другой язык. Фрис даже не понимают некоторые голландцы, и я тоже не понимаю. они считаются вообще отдельной страной в стране, как бы Фрислан, провинция. Поэтому, начиная вот от языка, конечно же, у них есть разные какие-то, наверное, своя кухня и все такое. Я в это, если честно, не углублялась. И вообще, мне кажется, это тема для отдельного видео. Если у меня будет такая возможность, время и вдохновение, я обязательно сделаю, наверное, лучшее видео на эту тему. Но вот так, если коротко ответить на ваш вопрос, то, конечно же, есть различия. То же самое, что если даже брать всего лишь две провинции, это северная и южная Голландия, например, Роттердам и Амстердам, они уже отличаются, да, и не надо так далеко ходить. То есть голландцы в каждой провинции, они немножечко разные. Кстати, очень интересная тема. Вот сейчас так думаю об этом, наверное, все-таки сделаю когда-нибудь видео. Это были вопросы у меня такие общие. Сейчас будут вопросы больше про то, что я нахожусь в США сейчас. Несколько вопросов были очень похожи. Например, где тебе больше нравится, в Нидерландах или в США? Дальше вопрос, который очень схож. Это сейчас вы находитесь в Америке, какая страна тебе ближе? Где мне больше нравится? Ну, ребята, это сложный вопрос. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Хочу, конечно же, сказать в первую очередь то, что в США я сейчас как гость. Я просто как турист здесь. Я не знаю, как здесь жизнь. Конечно же, я здесь побывала, например, в супермаркетах. Я увидела цены на продукты. Я поняла примерно, как здесь живут люди, но этого слишком мало. Одного месяца, двух месяцев это слишком мало, чтобы узнать страну. Поэтому, если смотреть на погоду, конечно же, климат мне больше нравится в США. Но мы опять же находимся в штате Флорида, как там в Нью-Йорке, например, или в Калифорнии, или в других штатах. Я не знаю. Могу отвечать только за один штат. Это штат Флорида. Здесь мне нравится погода. Вот если сравнивать с Нидерландами, очень нравится погода. Также мне здесь нравится шопинг. Здесь намного все дешевле как-то, и больше, что ли, скидок на даже такие хорошие бренды. Вот это такое, опять же, мое первое впечатление. Еще есть вопрос. Хотела ли бы ты переехать жить в США? И, похоже, тоже вопрос. Восторги ли ты от Америки, и не планируете ли вы туда переехать? Переехать мы пока никуда не планируем. Нет, мы живем в Нидерландах, и продолжаем жить в Нидерландах. Но мне бы очень хотелось, это такая моя мечта, иногда приезжать зимой сюда, для того, чтобы здесь перезимовать в тепле, и опять возвращаться в Нидерланды, например, по весне, по лету, и оставаться там снова. Вот это было бы, конечно, здорово. Но прямо переехать нет, пока такого в планах нет. Но, опять же, кто знает, может быть, все еще поменяется. Будем смотреть на ситуацию. Еще спрашивают меня про цены на продукты питания в Нидерландах и США. Разница, есть ли, где дешевле, где дороже. Я планирую сделать такое видео еще отдельное для вас, поэтому все еще будет на моем канале. Кто не подписан, обязательно, кстати, подписывайтесь, потому что я знаю, что зрители моего канала, все, кто смотрит мои видео, больше половины не подписаны на мой канал почему-то. Мне очень странно. Если вы все-таки смотрите мои видео, то обязательно нажимайте на кнопочку подписаться. А также, если вы нажмете возле подписаться на колокольчик, можно будет выбрать всегда, по-моему, что-то еще, чтобы были уведомления про мои новые видео, которые выходят на канале. Вот обязательно сейчас прям нажмите и на колокольчик, и на подписаться, если вы смотрите мои видео. Мне будет очень приятно. Вот видео про цены в супермаркетах в Нидерландах и в Америке обязательно еще сделаю, сравню, все покажу. Где дешевле купить дом, в США или в Нидерландах? И еще такой вопрос, в Америке можно больше заработать? Ну, это опять же зависит все от вашей ситуации, от вашей работы. Дешевле ли купить дом в Нидерландах, либо в США? Я тоже не могу ответить на этот вопрос однозначно. Зависит очень сильно от того, где вы покупаете дом. Сколько квадратных метров ваш дом, в каком штате, наверное, тоже очень зависит, понимаете? То есть цены разные. Сказать о том, что дома в Нидерландах дороже, в Америке дешевле, я тоже не могу. Может быть, такое может быть, да, что в Нидерландах очень ценится земля, и земля очень дорогая, что здесь где-то в каком-нибудь более спокойном районе, вот типа там, где мы сейчас живем, может быть, купить дом побольше, чем в Нидерландах, с бассейном, например, да, за ту же цену, что вы в Нидерландах купите дом под одной крышей, несколько домов, например, да. Но опять же неоднозначно, смотря где вы в Нидерландах покупаете, и смотря где вы покупаете в Америке. Поэтому сложный вопрос, не могу так ответить. Так, в Штатах с карантином нет такой истерии, как в Нидерландах. В Штатах действительно, вот именно, опять же говорю, за Флориду, я не буду говорить про всю Америку, как там, в каждом штате свои правила, но вот во Флориде я не заметила какой-то истерии, все открыто, рестораны открыты, торговые центры открыты, люди ходят на шопинг, все очень хорошо соблюдают дистанцию, здесь действительно, если вдруг мимо тебя случайно пройду, то сразу же говорят excuse me, то есть извиняются, простите меня, все в масках ходят. Есть исключения, конечно, видела пару людей, которые ходят без масок, но это, видимо, какие-то единичные случаи, знаете, то есть, в принципе, люди соблюдают этот режим, но в то же время нет никакой истерии, то есть нет такого, что все закрыто, никуда не ходите, в гости один человек только может приходить, как в Нидерландах, например, да, нет, такого, конечно, нет, все продолжает немножечко работать, что даже, наверное, правильное, мне кажется, потому что, ну, слишком уже так ущемлять людей, их права, как в Нидерландах, это уже слишком, уже я вижу даже некоторых блогеров, которых становится жалко, как будто бы уже жизнь заканчивается, честное слово, я смотрю, и мне прямо страшно возвращаться, как будто бы в Нидерландах уже, я не знаю, и погода плохая, ну, слава богу, сейчас уже налаживается, и работы нет, и вообще кризис полнейший, вот такое впечатление, поэтому, мне кажется, нужно Нидерландам тоже немного посмотреть на Америку, посмотреть на ту же Россию, где все продолжает работать, все открыто, и как-то люди живут, и надо же уже как-то успокаиваться с этим вирусом, не будем же мы всю жизнь так в закрытом состоянии жить, мне кажется, вообще кошмар, конечно. Так, что дальше у нас? Все, ребята, это были все вопросы на сегодня, больше вопросов у меня от вас не было, будут обязательно еще в ближайшем будущем снова видео вопрос-ответ, если вы вдруг какие-то вопросики уже придумали, записывайте их, либо пишите под этим видео, я их сохраню, я обязательно в следующий раз отвечу на них. Если вам мое видео понравилось, то обязательно не забываем, ставим пальчики вверх, поддерживайте меня, мне очень приятно, когда я вижу от вас пальчики вверх, а также комментарии, комментарии я просто жду, всегда с нетерпением, поэтому обязательно пишите ваши комментарии. Все, ребята, на этом я заканчиваю свое видео, большое спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся уже на следующей неделе, в пятницу, как всегда на моем канале Holland & Me. Всем привет из Флориды, немножко побрызгаю вас так. Все, ребята, до следующей недели, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok